Мося, в трёх словах, что мы сегодня готовим? Три слова, только три. Тёплый салат. Подходит для постящихся веков. Ну, ну, всё, всё, понятно. Три слова, три. Ну ты больше слова говоришь, чем я. Как мне рассказать в трёх словах, что я готовлю? Ну вот задание такое, ну и... А теперь, я смотрю, можно побазарить. Три слова. Тёплый салат. Всё. Нет, ну вкусно, быстро, интересно. Ну что-нибудь такое? Пизят, валили. Ладно, ладно, что мы сегодня готовим в пяти словах? Я уже сказала. Тёплый, вкусный, веганский, постный салат. Тёплый, вкусный, веганский, постный салат. Подходит, Мосян, поехали. Для тёплого салата нам понадобятся кабачки, волгарский перец, смесь кунжутов чёрного и белого, чеснок, шампиньоны, приправки, оливковое масло, соль. Нарезаем шампиньоны. Будем нарезать крупно, потому что, когда при обжарке будет уходить водичка, чтобы кусочки не были маленькими. Мы нарезали грибы, хорошо разогрели сковородку, смазанную оливковым маслом, и сейчас их поджарим. Дальше нарезаем кабачки. Грибы обжарили, мы их убираем. Всё обжариваем на достаточно активном огне и не накрывая крышкой. Для того, чтобы овощи не тушились, а реально прям поджарились, будет почти как в оке. Теперь нарезаем перчик. Как ты хочешь, резать так или вот так? Давай вот так. Вот так? Да. Я не знаю, ты так любишь, да? Ну да, как будто в тайской еде, знаешь. Видите, кабачок за счёт того, что он на активном огне и не под крышкой поджаривается, а не тушится, и не выделяется сок. Получается реально прям салатик, горячий. Добавим чеснок, выдавим, чтобы было ароматно и для дезинфекции. У Масули сегодня такой стиль подачи рецепта, как у Гордона Рамси, знаете, такое бывает. Чу-чу, быстро, красиво, сексуально. Практически в самом конце добавляем балдягский перец, для того, чтобы он немножко обжарился, но при этом не распасился и не потерял форму. Как же пахнет за счёт чесночка, ребята, тут сейчас такой аромат стоит на кухне, я прям... И когда у нас практически всё готово, мы обратно подмешиваем грибы, всё смешиваем, чтобы вкусы смешались и получилось очень вкусно. Добавляем сюда смесь кунжутов. И сейчас у всех такой, знаешь, вопрос, что кунжут бывает чёрным? Ну да, чёрный и белый, они очень полезные, это источник омега-3, кальция. Добавляем специи, травушки, муравушки и смесь дроблённых перцев. И можно немножко посолить. Всё хорошо перемешиваем. И всё, и пошёл аромат со всех ингредиентов. Класс! Очень-очень ароматное блюдо получается. И полезно, и вкусно. Великолепный постный тёплый салат готов. Перед подачей не забудьте посыпать щепоточкой здоровой любви. Приятного аппетита! Вообще-то так пахнет! Класс! Кстати, для тех, кто не знает, как у Муси получилась такая идеальная башня... Просто я умею пасочки лепить. Вот есть вот такая штукенция, а ты её где купила? О, Господи, не знаю, не помню. Ну, предположим, как у Муси. Пугают в кулинарных магазинах, продаются металлические, но они дороже. Не помню, где купила, вот пластиковая... Просто вот сюда так накидали, сверху так... Придавили и потом всё убрали. И всё готово. Вот такая вот башня получается шикарная, великолепная, аппетитная. Всё, всем приятного аппетита!